здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем канале кто еще не подписался подписываемся каждую неделю выходят очень интересные и актуальные ролики про коров про животноводство проблемы с которыми часто сталкиваются владельцы животных также это и мелкие лпх и крупные хозяйства сегодня мы будем говорить о наиболее опасном бактериальном заболевании такой как клостридиоз что это такое и куда он взялся и как с ним бороться как его профилактировать и как его лечить и как его от дифференцировать у клостридии спора покрыта очень прочной капсулой которая раскрывается только попав в бескислородную среду где же обитает клостридия в почве и в воде как она попадает в хозяйство затаскивает в общую кормовую яму с почвой как она попала с кормом или через открытые раны отсюда у нас и будет симптоматика и клинические признаки и клостридия очень устойчивая к минусовым температурам также и к плюсовым она прекрасно себя чувствует в любых погодных условиях размножается исключительно во влажной среде но опять же говорю активничает а попадает когда непосредственно в организм то тогда в бескислородной среде она уже размножается как положено нанося вред животным какие клинические картины мы можем наблюдать на наших животных если она попала с кормом то это будет просто не останавливаешься диарея бывает что корова просто вот с нее льет льет мы уже и то покололи это покололи вроде легче но не уходит значит нужно обратить внимание на общее поголовье и такие симптомы как допустим вот вакцинирует мкар да это поражаются так сказать ляжки бедра под кожей значит возникают припухлости при нажатии они криптируют они то холодные то горячие очаговые но со временем она вскрывается и оттуда вытекает иксудат еще говорят что животноводы вот корова лежит долго пролежние нет ребята это не пролежние это тот самый кластридиоз тут очень важно если уже он есть он как вторичка идет то есть цепляется на ослабленное животное цепляется на инвазированное животное очень сильно то есть если где-то ранки есть там в ногах она размножается исключительно фекалиями и живет долго и счастливо пока не попадет в саму корову телята буквально пару часов и они уже можно сказать их не излечить корова ну сутки и появляется у нее уже непосредственно клиника и очень быстро они тяжелеют очень высокий процент летального исхода потому что кластридия попадая в организм вырабатывать сильнейший яд ботулотоксин вот она наша подруга подруга девчонка вот так вот выглядит кластридиоз который гуляет по стаду мк под кожей возникает горячие и холодные очаги при пухлости смутным эксудатом при нажатии крепитируют как бы похрустывают быстро увеличиваются в мышцах тела проявляется хромота в большинстве случаев смерть наступает на третьи и пятые сутки если не лечить животное поэтому важно ветеринарная помощь и основная опасность кластридиозов коры заключается в образовании возбудителями патогенных токсинов приводящих к стремительному летальному исходу большое значение имеет специфическая терапия а также профилактика ботулизм возникает в результате отравления токсинами возбудитель кластридиоза ботулизма характеризуется тяжелым поражением нервной системы широко распространен в природе с постоянным обитанием в почве образуют споры чрезвычайно устойчивым к воздействию физических и химических факторов отечная форма подхожная жировая клетчатка отекает животное быстро слабеет чувствует себя угнетенно дыхание учащается нейробная энтеротоксимия животное становится вялым и слабым не может координировать движение шатается падает возникает спазм мышц учащается сердцебиение это происходит от того что токсины желудочно-кишечного тракта впитываются в кровь в результате работы кластридиоза типа а б ц д животное очень быстро умирает последующие симптомы могут отличаться от формы заболевания вот вакцина стреляет гуляет кластридиоз по стаду таких животных видно они как засушенные с низкой продуктивностью обязательно хромые обязательно либо зажившими либо не зажившими ранами каждое заболевание лучше профилактировать нежели его потом лечить сожалению вакцина против кластридиоза не дают стопроцентной уверенности в том что ничто нигде не прострелит нужна профилактика профилактика это своевременная обрезка копыт и лечение ран это правильная кормозаготовка это влажность определенный микроклимат и правила асептики также в нашей компании есть такая кормовая добавка сильвапром это танины исследования показывают положительный эффект танина на рост патогенной микрофлоры не только кластриди также это сальмонелла стафилококк и шерешеколи кишечная палочка в хозяйство уходят от антибиотиков танины способствуют балансу и здоровье кишечной микрофлоры нормализуют белковые обмены пищеварения содержат от 75 до 85 процентов гидролизуемых танина антибактериальный эффект обеспечивают замену антибиотик вот явные признаки кластридиоза некробактериоз еще бьет по логам коровы хромые с растертостями и потертостями ну вот дорогие друзья такой обзор у нас получился по неприятнейшим бактериальному заболеванию такой как кластридиоз кто еще не подписался на наш канал подписываемся у нас зима и была рада встречи пока пока а